МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Высшая мера наказания – расстрел. Сегодня в крае вспоминают жертв политических репрессий. Новый поворот Министерство культуры России отправило на доработку проект охранных зон Барнаульской спички. От семейных оберегов до старинных обрядов в столице края проходит юбилейный этнофестиваль. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Сегодня в Барнауле стартует самое хлебное событие года. На площадке спортивного комплекса «Темп» открывается форум «Пекарь и кондитер». На выставку заявлены компании из Барнаула, Камни-Набир, Упцовска, Бийска, Кемерово, Красноярска, Новосибирска и других городов Сибири. Специалисты обсудят технологии производства и возможности сотрудничества, посетители смогут поучаствовать в дегустациях и мастер-классах. На выставке можно будет купить выпечку, например, полезный хлеб, в который добавлены натуральные семена, отруби, зерно, сухофрукты и другие начинки. На этой же площадке будет работать международная выставка сельскохозяйственной техники, животноводства и растеневодства «Агроэкспо Сибирь». На ней будут представлены новейшие разработки аграрной отрасли как российских, так и иностранных предприятий. Подробнее о выставках в вечернем выпуске. Сегодня в России вспоминают жертв политических репрессий. По разным оценкам, в 30-е годы прошлого века от красного террора пострадали около 20 миллионов человек. Более миллиона из них были расстреляны. В Алтайском крае насчитывается порядка 46 тысяч репрессированных в годы советской власти. 16 тысяч человек были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу. Большая часть осужденных – обыкновенные крестьяне. К классовым врагам пролетариата причислялись также торговцы, бывшие офицеры, священнослужители. В эти минуты в Краевом государственном архиве начала свою работу выставка подлинных документов из личных дел политических преступников. Например, в разделе вещдоков представлены дореволюционные денежные знаки, плакаты, книги и открытки. Реставрация Барнаульского сереброплавильного завода откладывается на неопределенный срок. Причина – отклонение проекта охранных зон исторического памятника Министерством культуры России. Ведомство вернуло проект автору на доработку. По словам Барнаульского архитектора Александра Деринга, комиссия Министерства культуры рекомендовала снизить предельную высоту застройки территории, а также определить место для переноса линии ЛЭП. Теперь автору проекта, архитектору Екатерине Шаповаленко, предстоит внести в документ поправки и вновь отправить его на утверждение. Между тем, очередная задержка, считают специалисты, может пагубно сказаться на состоянии уникального памятника. Ведь без окончательного проекта охранных зон нельзя начинать полноценную реставрацию спички. Еще одна, получается, зима. Это здание находится, замерзает, отмерзает. То есть циклы размораживания. Все это, в общем, конечно, не глубокриятно сказывается на кирпичной кладке, на всем, потому что это не защищено всем ветрам. По словам Деринга, оптимальным выходом могут стать срочные работы по консервации объекта, которые позволят сохранить памятник в том состоянии, в котором он находится сейчас. На одной площадке «Вся культура» федерального округа в Барнауле проходит 10-й этнофорум «Сибирские беседы». О том, какие национальные традиции представляют участники фестиваля, в сюжете Ирины Харитон. Здесь как будто остановилось время, и древние сибирские обычаи словно и не уходили из повседневного быта. На протяжении 10 лет любители исконных русских традиций встречаются на этнофоруме, чтобы представить культурное богатство своего округа. Учатся друг у друга чему-то новому, обмениваются опытом, потому что мы все равно все так или иначе живем в одной сфере, где-то какие-то тонкости есть, различия, но тем не менее нам это все очень интересно. В программе выступающих не только песни, но и сценки из повседневной жизни наших предков. Мы сегодня привезли два фрагмента свадебных, выкупаем невесту. Я буду выступать в свадьбовом обряде за свата. Вместе с концертной частью выставка и мастер-классы. Научить не только играть на старинных музыкальных инструментах, но и мастерить. Все от украшений до сувениров. При желании, любое изделие можно тут же купить. Больше всего внимания участников привлекает кемеровская кукла-берестушка, один из самых древних предметов сибирского обихода. Бабушка готовила своей внучке, вот сюда я секретное место помещала в молитвочку и желание, и тогда она работала как оберег. Фестиваль продолжит работу еще на три дня. Здесь задействованы участники самых разных возрастов, от 9 до 75 лет. И это совсем не удивительно, ведь культура своего народа вызывает интерес у самых разных людей, независимо от возраста и географии. Ирина Харитон, Андрей Печоркин, Наши новости. Сегодня в Краевой столице впервые выберут лучшего флориста города. В эти минуты проходит конкурс профмастерства среди специалистов цветочной продукции. Флористы из пяти салонов должны будут оформить букет за отведенное им время, пройти тестирование на знания цветочных композиций, дать характеристику горшочным цветам и не только. Состязание проходит в Большом зале мэрии Барнаула. Подробнее о нем в вечернем выпуске. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Не знаете, какой пустырник выбрать? Выбирайте пустырник «Форта Эвалар» с алтайским пустырником и более высоким успокаивающим действием. Пустырник «Форта Эвалар». Почувствуйте разницу. Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В большинстве районов края дождь в отдельных территориях возможен снег плюс 6 в Бийске до 8 выше 0 в Барнауле. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. Это полная картина дня к этому времени. До встречи. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин